себя представляет давайте посмотрим темный кстати говоря скорее всего наш квестовый враг я так думаю всем привет с вами андрей у нас патас нет х код собственно свет разработчика воскрешать персонажа можно бесконечное количество раз однако каждый раз ваше накоплено снова будет сбрасываться 0 это говорит о том что в конце забегом когда вы собственно закончите забег ваш конечный счет будет очень-очень маленький если вы постоянно будете воскрешить персонажа то есть тут как бы смерть не перманентно есть шанс того что как говорится вам в этом вопросе повезет но все равно я бы рекомендовал все-таки играть именно в перманентную смерть потому что ну просто более интереснее для вас будет для прохождения и вообще в целом собственно ума наш персонаж мужчина человек монах 20 уровень у нас вот такие у нас данные статьи статы вот такого у нас собственно здоровье магическая сила карма максимальная в данный момент и цель полторы тысячи питания у нас 1115 собственно не так много на скорость у нас пред максимальные за счет сутости она немножко упала атака у нас 16 единиц в данный момент на защита 62 единицы по сопротивлением у нас все сопротивление сто процентов кроме сопротивление распаду распад у нас 92 процента из-за этого мы потеряли в прошлом одной из прошлых серий потеряли свое копье ну как сказать потеряли мы потеряли зачарование копья потому что мы сражались с дезинтегратором который бьет распадом из-за этого у нас получилось так что мы просто потеряли свое снаряжение точнее как сказать она сняло зачарование вот по талантам собственно как вы видите у нас некоторое количество талантов присутствует ну если вкратце пробежаться по каждому из талантов виднее невидимое вам и понятно что это видимый видеть невидимых существ и жизнестойкость и пока сопротивление болезням замедленное пищеварение это вы меньше хотите кушать каннибализм вы можете вушить свою расу без последствий также приносить ее в жертву на алтарях контроль превращения но ему понятно что это вы контролируемые можете превращаться в какое-то конкретное существо контроль телепортации но собственно вы контролируемый телепортируетесь например прочитая свиток телепортации либо используя на себя палочка телепортацию выбираете место куда вы приземляетесь талант предупреждения ну позволяет вам вам увидеть а приближение существ а это она отображается в виде воскресительных знаков что очень полезно но опять же на высоких уровнях это бесполезно но на низких уровнях талант предупреждения очень полезен потому что вы будете видеть за какой уровень существа к вам ползет и вы сразу сможете от него ориентироваться талант проворства увеличить скорость движения и скорость атаки вашего персонажа очень полезный талант рекомендую брать как можно раньше талант прыжки позволяет вам перепрыгнуть через одну видимую клетку конечная точка приземления должна быть видимая то есть вы если перепрыгиваете то вы перепрыгиваете именно на видимую точку приземлением а регенерация здоровья регенерации здоровья вот чуть быстрее восстанавливать ваше здоровье в бою это не работает потому что ну ладно по сути бесполезно вас скорее всего будет быстрее но после боя очень быстро восстанавливать здоровье регенерация также кушает ваш голод чтобы это узнать стоит собственно поражать в питании и увидеть что здесь помимо невидимости кушает ваш голод еще регенерация здоровья также нагруженность конфликтный голод регенерация маны и фазирование мы у нас собственно рацион всеядные и вот как вы видите мой фрукт овощ существо можем есть ну по поводу рациона то есть очень важно в начале потому что большинстве случаев когда вы уже середине игры играете вы плюс минус приспособились и вы можете наконец заполиморфироваться в другое существо и просто в нем постоянно бегать в этом существе которое вам более удобно например не знаю вы например выбрали деревоядное существо которое постоянно какой-нибудь термит вы играете за термит он деревоядный но опять же деревоядное существо не есть существ а вот существ очень много особенно в начале и в этом вопросе будет очень важно обратиться в другое существо для того чтобы вы просто могли ну что хоть с голоду просто не подохнуть а собственно продолжаем а собака действий собака действий она контролирует ну то есть вас не смогут замедлить смогу не смогут парализовать собственно у меня она представлена в виде кольца ему нет замедления заточения оцепенения ошеломлений на самом деле замедление но я думаю понятно это уменьшение вашей текущей скорости на грубо говоря деленное на 2 то есть у вас например у меня скорость 8 и 4 в данных как мы был как вы видели то есть у меня скорость будет если я получу замедление но свобода действие этого получить не получится а вот то у меня будет скорость 42 соответственно то есть вы понимаете заточение это вы по сути говоря ну по сути говоря это смерть потому что в большинстве случаев заточение можно получить при поедании трупов но опять же если вы получаете значение вы скорее всего сдохли но опять же если у вас есть водорезть и вы защищены от этого оцепенение оцепенение в основном от холода идет существа которые бьют холодом они берутся оцепенением также в принципе оцепенение ну что-то наподобие парализации то есть в теории она вот в этом вопросе ошеломление это просто типа стана похожий эффект как усметение только видимо немножко другой избежать лаушек паутина ну по поводу паутины можно ее не переживать и если только на начале она очень страшная уж там вылезают большие пауки которые ядовиты если у вас нет определенных ядового скорее всего это убьет вот талант скользкий собственно позволяет у вас не могут схватить мобы если у вас есть талант скользкий то есть моба которые имеют хватательные атаки таких достаточно много например те же кракены не знаю те же большинство водных существ имеют хватательные атаки например ну и земноводные тоже имеют то есть которые по земле ходят например те же не знаю хищные обезьяны и муйцов медведи там достаточно много те же кота ли ну в общем мы много существ которые не падают те же мимики которыми встречаетесь у торговцев талант скрытность позволяет вам собственно подкрадываться к спящим мобом практически плотную и они не просыпаются полезный талант но могут проснуться даже если к ним подползете не всегда он собственно работает как хотелось бы талант спасения жизни позволяет вам ну во первых он в виде амулета в большинстве случаев либо виде таланта если вы выбрали способность вот она одноразовая то есть вы грубо говоря при смерти вы получаете грубо или гибнете за одно очко телосложения аночка телосложения с помощью рога вас на виде не получится есть только уже другими способами например поедание троллей тролли насколько я знаю силу дают но факт том что поедание существ которые дают вам собственно очко телосложения либо выпивание зелья увеличения характеристика желательно конечно благословленного для того чтобы еще ваши остальные характеристики поднялись собственно талант телекинез позволяет вам телепортировать вещи к себе то есть а которые находятся на расстоянии тяжесть вещей ну не очень тяжелые то есть например трупы можно телепортировать но если они не весят там около тысячи килограмм то вы вряд ли поднимите такой вес поэтому можно принципе телепортировать но у тебя по крайней мере я я телепортировал к себе ящики до 40 килограмм в принципе удобно особенно хорошо это работает на таком ответвлении как клады то есть они представлены виде лестниц то есть вы спускаетесь туда и наклады вы просто используете телекинез и просто все ящики себе телепортируйте вместо того чтобы ходить по ловушкам просили партируйте к себе все ящики и просто забираете все ящики просто уходите на самом деле крайне удобная вещь вот талант телепатия собственно там телепатия позволяет вам видеть существа которых есть разум в темноте для этого очень хорошо использовать повязку на глаза если она у вас присутствует либо другими способами ослепить себя например не знаю если вы у вас нет глаз практически что который без глаз вот и стал нам телепатия она без проблем и вы сможете увидеть всех разумных существ понятия разума я сейчас чуть позже объясню когда буду объяснить про лошадь вот телепортация ну собственно это телепортация бесконтрольная телепортация она сомнительная контролируемая телепортация на крайне полезно то есть вы можете контролируемые прыгать куда вам нужно ускользание позволяет вам грубо говоря ускользать от разумных противников то есть а их удары их магические стрелы и лучи и так далее в вас просто не попадут талант ясность один из самых полезных талантов один из самых редких талантов он дает иммунитет собственно на амнезию гульцинации испуг смятения на самом деле крайне полезный талант я раньше думал что он дает еще иммунитет на магию ну тут он как видите не прописано тут самое страшное конечно это амнезия потому что все остальное в принципе не критично бру ну галлюцинации сомнительные вы их можете снять смятение в принципе тоже можно снять но но не сильно тяжело вот и скук конечно тяжелая нас мы если вы помните в одной из прошлых серии мы встречались медузы она нас просто пугала и мы просто ничего и не могли сделать мы вроде сильнее медузы но мы ничего не можем лишь шанс кидает испуг поэтому как-то так по навыкам собственно у нас некоторое количество навыков собственно у нас арбалеты верховая езда вызов длинные копии жречество кирки копии обычные легкие доспехи ловушки луки некромантия ограждение очарования предсказания с ремесло рукопашные бой средние доспехи доспехи тяжелые клинки и чтение собственно в скобочках указан уровень прокачки каждого из этих навыков если ничего не указано значит это уровень умелый если указано какой-то буковка например в моем случае вот например верховая езда на буковке м это называется уровень мастер то есть это вообще по уровням прокачки есть несколько уровней прокачки это получается неумелый умелый специалист эксперт и собственно мастер и чемпион вот соответственно неумелый это до нуля специалист это 200 собственно эксперт 500 мастер 1000 чемпион 2000 вот продолжаем собственно боевой конь вот про 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 разум для говорил анатомия разум если у существа нет разума соответственно вы просто не сможете с ним взаимодействовать и про и при при превращении в него вы не сможете съесть что-то конкретное на самом деле это крайне неудобно особенно вот например его есть я принято хотел бы в лошадь превратиться она сможет есть пошло не сразу маканте амеба который массы и массы и так далее у них нет разума соответственно не смогут съесть конечно очень хотелось бы вот собственно по лошади она у нее скоро 60 защита 38 по сопротивлением у него тяги на силу 92 кислота 51 окаменение 50 остальные представленных это огонь сон шок пол от яд у них 100 у него 100 процентов по талантам жизнестойкость контроль превращения контроль превращения у нее видел кольца стоит на контроле репортации постоянной невидимость постоянное отклонением он отклонение ей дает плюс 2 защиты кстати говоря очень удобный талант талант отражение позволяет рикошетить чтобы ну то есть у вас направили лучи например той же магии и она от вас рикошетит а либо кого взгляда то есть например тоже взгляд медузы грубо говоря либо взгляд зубоглаза и кого-то еще похожего талант полет позволяет вам летать над местностью регенерация здоровья позволяет вам восстановить здоровье регенерация здоровья у него виде кольца представлена у нее навыки мастер легкие доспехи неумелое чтение и плавание средний тяжелого доспехи у него уровень умелый бьет она примерно 30 36 ударов у меня собственно в данный момент мы находимся на тридцать девятом этаже кстати не весь этаж исследовали не суть а собственно мы пробежали как вы можете видеть некоторое количество локаций а чем выше уровень подземелья тем больше собственно предметов на локации находится начале там вообще практически время так как вы видите мы пробежали копий начальный пробежали собакан пробежали форт лудиос пробежали лабиринт золы логово медузы королевство эльфов и черный рынок у нас был самый последний собственно двигаемся на 40 этаж он считается последним этажом по идее в игре так и уровень персонажа вы можете ездить на некоторых типах компаньонов это совет от разработчиков собственно по поводу советы от разработчика очень полезно обратите внимание про злобоглазый а вот только говорил вот он собственно представлен вот вы увидите вот давайте скастуем маги мы каста будем кастовать магию картографии один раз оставали магию картографии для того чтобы ну просто немножко видеть вы тут в идеале использовать фазирование свиток зачарования шикарный свиток мы его подбираем любом случае собственно злобоглаз почему он такой страшный потому что он магия смертельный когда жизнь то есть он по идее может нас убить нашу лошадь убить поэтому давайте мы спешимся и попытаемся не дать лошадь в обиду ничего не сделает с левой стороны присутствует тенгу тенгу крайне полезный мод он а а от а а а а а а что вы понимали что лошадь ну откуда ты лезешь но питомец слабоват мы потеряли некоторое снаряжение из того что мы потеряли получается отражение на лошади очень плохо на высоком уровне использовать талант конфликтность потому что он даст вам возможность просто не заморачивать давайте замедлим голема копье у нас засветилось черным то есть у нас копье уже плюс ноль очень плохо но это ничем не примешать нам не должен быть ничем особо нет нам лошади может она нести нас сильно пробьет тут конечно лучше всего талант фазирования сработает потому что собственно еще один голем давайте посмотрим что за голем ну в принципе очень больно бьющее чудо жемчужный голем ну такой но он ничем не примечательный честно говоря у него кстати надо бить шоком если у вас есть такая возможность его стоит бить давайте ударим его шоком шок это считается электричеством если он дарму мне очень много магии требует если у вас он представлен в виде палочек он конечно стоит его использовать злок что получается таланты потеряла какие-то злок что-то вот тут два зелья давайте поднимем влечение ну а собственно второе зелье как вы видите тут представлен сразу сундучок в идеале нам конечно прокопать и вытащить этого хранителя льда оттуда я думаю мы в принципе повременим пока давайте используем магию по обнаружению монстров видим некоторых монстров вампир локация очень большая последняя я бы даже сказал она огромная потому что она по сути считается последней локацией в игре ну скорее всего тут еще будет локация вот например за вот этим как вы видите спуск вниз есть то есть это ответвление скорее всего идет поэтому тут конечно же оптимальнее всего использовать кирку либо копания для того чтобы просто прокапывать себе местность потому что тут что-то похожее на лабиринт кстати говоря обратите внимание что здесь нет выхода то есть если вы зашли на этот этаж обратно вы выйти уже не сможете по крайней мере нет вы как и вы сможете выйти обратно но это будет скажем так немножко трудновато зареспаунулся маг это очень плохо по сути говоря нам желатый не нужно маг сразу к нам телепортировался давайте не дадим ужас того чтобы он от нас не свалил у нас очень мало урона из того что мы с дезинтегрирующим чудом встретились у нас очень мало урона стало надо ему давать обязательный ужас для того чтобы волшебник вас не бил он не может еще от вас свалить вы можете его очаровать не получится потому что у него есть сопротивление к магии очаровать у вас его не получится он будет от вас не может еще сваливать он будет очень бесячий волшебник собственно прохода сразу откроем назад если у вас есть заклинание копания конечно стоит его использовать она мы собственно выход сразу нашли меняемся местами с ледяным магом это созидатель да один из самых тяжелых мобов ну как сказать тяжелых он 30 уровень если не ошибаюсь то есть он высокоуровневое существо да 30 уровень наемник то есть он прям трендец какой тяжелый в теории но для нас он в принципе особо не страшен наша задача найти на текущей локации амулет собственно то зачем мы сюда пришли мерцающего дракона лучше всего съесть потому что если он встанет будет больно давайте а наверное фазирование не будет действовать на нашу лошадь поэтому нам придется копать много копать еще одно зелье давайте его как вы видите мы выпили зелье обнаружения предметов вы нам некоторую формацию подбрасывать теперь но опять же это не вся информация нам бы в идеале как видите тут достаточно много предметов на самом деле нам по сути говоря кроме зельев каких-нибудь лечения копания на в принципе ничего не надо здесь поэтому нам по минимуму нужно здесь мы прокачали школу преобразований теперь мы на уровне умелой сейчас мы будем много копать так чтобы быстрее проползать эту локацию копать можно с помощью магии с помощью палочек копания с помощью кирки двух типов точнее трех типов она собственно давайте прокопаем здесь автоматическое сохранение позволяет вам начать с того места на котором вы закончили очень важно перед тем как вы планируете закончить играть по крайней мере вы можете использовать его для того чтобы среда чешуя серебряного дракона позволяет получить получить таунт отражения насколько мне помнится давайте убедимся в этом да как вы видите таунт отражения из него можно сделать доспех чешуи дракона просто применив с него свиток зачарования просто берете собственно чешую кастуете на нее свиток зачарования и у вас собственный доспех конечно самый лучший доспех считается доспех сопротивления магии потому что он элементарно вам больше профита принесет огромное количество ловушек но нас в принципе они мало заботят давайте прокопаем тут немножко местность на этом уровне конечно мы просто ищем нужные нам предметы просто сваливаем отсюда здесь нам в принципе делать особо нечего на высоких уровнях очень много мобов можно еще раз тестовать обнаружение предметов зелье умер свиток умиротворения и божественности божественности нам не особо нужно умиротворения все таки больше нам нужно это один из маг маг ящер если не ошибаюсь его зовут ничем особо не примечательно постуется ужас как и все забивается он в общем начнет от вас очень быстро сваливать хотя на нас замедление что повисит на лошадь судя по всему замедление висит да 69 ходов у нас есть ускорение для лошади давайте на ее используем как вы видите у нас и замедление и ускорение у него скорость 4.5 на самом деле это смешно но из того что он быстрее нас мы просто его догнать не можем он с замедлением конечно тяжелый но не прям что прям вау мы его можем убить ящер потерял испуг давайте ему дадим ужас а еще лучше тьму тьму из замедления для того что он у вас просто не убегал у него был какой-то свиток давайте посмотрим свиток снятия проклятия у нас он представлен в виде заклинания для нас свиток бесполезен тут очень много мобов и непонятно где искать наш предмет карта вообще самая огромная здесь какое-то зелье лежит давайте посмотрим что за зелье зелье галлюцинации но оно неплохо его смыть если зелье золото нам в принципе не актуально оно не особо нам будет нужно дадим ему ужас для того чтобы он не кастовал магию можно давать ужас можно давать тишину эффективнее конечно же тишина и замедление но опять же мы не сможем его добить скорее всего и не сможем его зачаровать то есть мы применяем к нему магию и очарование и он сопротивляется потому что у него сопротивление к магии есть на самом деле тут разработчик не указал но сопротивление к магии позволяет вам сопротивляться колдун потерял тишину давайте ему дадим тьму для того чтобы колдун от нас как вы видите тьма на него очень быстро что-то работает ну да он пытался убежать но он не успевает это сделать потому что мы его сейчас будем добивать видите он куда-то свалил а мы уже не знаем где это место из того что присутствует колдун нам очень неудобно с ним драться существует глубинный ну это один из водных мобов ничем особо не примечательный навыки плавания ну средний бьет ничем бы сказать особо сильно просто такой брищ скажем так в идеале конечно иметь регенерацию магии потому что ну восстанавливать майну у нас умерика она у вас много единиц это прямо очень долгая затея вы просто закалиберитесь единственное что можно посоветовать наверное полутать пока все сундуки магия пускай сама восстанавливается и поменьше ее кастовать чисто на бои потому что ну большинство боев можно так пройти и так далее наш конь потерял проворство на самом деле нам бы в идеале коню на постоянке отдать проворство для того чтобы мы чуть быстрее двигались но у нас проворство качается на магии ограждения вот конь получил проворство на 500 ходов то есть это откровенно многое используем магию преобразования а причем упоминания открывания для того чтобы открыть сундук обезвреживать его можно но нам он не актуален грубая мантия кожаный плащ они ничем особо не примечательны а оловянный свиток нам не нужен много золота но оно в принципе не какое в идеале конечно скастовать магию моей школы преобразования мы пока на уровне специалиста а точнее о сокровищах но опять же нам нужно найти последнего моба который должен присутствовать в игре который охраняет наш квестовый артефакт ну как сказать квестовый наш артефакт который нам нужен для того чтобы закончить игрушки собственно еще один амулет давайте посмотрим что это амулет амулет безмятежного сна его не стоит одевать потому что у вас будет талант карколепсия когда вы его оденете не для вас и чем хорошим это не закончится поэтому его не стоит одевать лучше без него двигаемся дальше собственно тут мне особо нечего пока рассказывать кстати говоря одна из самых опасных ловушек превращающая ловушка ее стоит сразу деактивировать потому что уровень опасности от этой ловушки огромный исходит даже на высоком уровне для вас даже если у вас есть защита от превращения в теории можно было бы конечно превратить наше животное во что-то но проблема в том что нам в принципе это не нужно если только в кого дракон но в дракона превращаться мы не можем а остальные существ которых я хотел бы превратиться я честно говоря даже и не знаю по крайней мере из тех кто достаточно силен то есть только наемник но наемника оседлать нельзя поэтому для нас он будет бесподезен используем магию открылами для того чтобы открыть сундук и смотреть что там внутри нам в принципе зелья не особо нужны все зелья ну единственное для зельев воды есть только оставить их вот так карта конечно огромная вот прямо видеть можно тут конечно очень сильно сработает на эвакуазирование если он у вас есть например он у нас в виде перчаток но проблема этого навыка в том что у нашей лошади его нету поэтому из-за того что у нашей лошади его нету но оно получается только в минусе давайте еще раз скастуем кстати много ловушек еще раз скастуем картографию как вы видите уровень огромный я только часть открыл то есть вы видите что уровень прям трендерский большой но он по сути самый последний уровень он должен быть самый тяжелый из всех представленных в теории возможно что то есть еще дальше но это опять же тут очень много ловушек и собственно продуктовый паек давайте поедим сейчас автоматическое сохранение просто сохраняет ваш прогресс на текущем этапе чтобы вы потом когда если вы выйдете из игры не начали именно с этого места очень полезная вещь не получилось у вас поесть персонаж решил все таки пробежаться ну беги беги даже устройство не было от такой нагрузки опять же тут золото для вас он не актуальный двигаемся дальше собственно ничем особо не хотя вот эти вот полезные предметы их надо разламывать потому что ну по идее квестовый артефакт хранится за этим ну у квестовый мпс но его надо еще найти этого квестового мпс еще какой то амулетик еще один сон прямо они фанатеют ото сна вот запятый сундук сейчас к нам подползет моб зелье я думаю пока не стоит подбирать чтобы у нас была просто возможность давайте сведим дракона белого точнее он серебряный здесь представлю изобьем этого гранула он сам себя убил давайте посмотрим что у нас по лошади скорость минус 9 ноль как видите на самом деле чем быстрее ваш питомец изначально тем больше скорость у него при проворстве тем самым вы можете его разогнать настолько быстрым что вы за ним просто не успеете галлюциногенная ловушка ничем не примечательна галлюцинацию можно снять если я правильно понимаю у нас закончилась обзорка давайте еще раз просуим обзорку эльфийский король ну он опять замедленнее чтобы он от нас не свалил просто упал в замком пространстве эльфийский король безопасен эльфийский король небезопасен в большом пространстве это наверное скрижающий да скрижающий бармаглот у него есть шанс отрубить голову а отрубление головы это моментальная смерть для персонажа есть еще так называемый веропальный клинок поэтому скрижающий бармаглот к вам подходить не должно как и битинок на самом деле его как вряд можно взять в питомце было бы а потому что его обезглавление которое у него работает оно прям божественное но у него очень низкая скорость атака у него очень сильная но скорость конечно оставляет желательно у него еще раз ну у нас осталось очень мало урона мы прям вообще копейки на 8 урона хотя мы вроде чемпион в копьях то есть мы владеем копьями он потерял испуг нам не нужно чтобы он нас отрывал поэтому дадим ему убили скрижающего бармаглота на самом деле он очень опасен он унес неким шансом 25% он у вас может моментально убить если конечно у вашего персонажа есть голова мусорный пес белый ничем не примечательно бьет холодом сомнительный пес он сильный если у вас нет сопротивления холода в остальных случаях он бесполезен поэтому он как-то так мы нашли телепортацию куда-то дальше нам скорее всего дальше надо быть а голем металлический если не ошибаюсь он бьет ядом металлический голем среагирует на шок замедлением то есть его можно замедлить он еще медленнее будет в деле конечно конфликтность потому что ну это очень долго с ним драться это какой-то моб не знаю что он из себя представляет давайте посмотрим темный кстати говоря это скорее всего наш квестовый враг я так думаю дадим ему ужас чтобы он не расстрелял но его действует испуг значит он сдохнет вот телепортация есть металлическо что у него контроль но у него заклинание не frente А заклинания эти, кстати говоря, это наш квестовый моб, мы его нашли, но на самом деле он очень дохлый против нас, по крайней мере, он ничего скорее всего здесь нет, но все же увеличение энергии, увеличение энергии, нам нужно его убить и не пропустить момент, когда он потеряет дебаф, потому что дебафы вещь полезная. У него сопротивление к магии, поэтому дебафы на него не сработают, выпьем благословленную энергию. Да, он конечно долго был убить, как вы видите, у нас по нему урон вообще не проходит. Надо дать всем ужас и дать конфликтность для того, чтобы он сам себя убил, а без регенерации, например. Достаем кольцо конфликтности одной из самых полезных на сочных уровнях, надеваем его на левую энергию. Извини, блядь, я не успел, он нам дал тишину, но ему это не может. Наложил силовой заряд, а мы ничем не можем тут. Это немножко квестовый мат, но все равно. Кто-то там во что-то превратился, давайте посмотрим, кто во что. Он в паука превратился, а он сам себя убил, по сути. В паука у него слабое превращение. Давайте посмотрим, что там происходит. Он вытягивание жизни кастует, но вытягивание жизни на все равно. Музыка Музыка Ужас нельзя кассовать, потому что все ноги просто разбиваются. Мы убили главного врага квеста. Мы убили финального босса. Поздравляем за достижение финального уровня и победу на главном враге. Чтобы зашли на уровень, вы должны покинуть подземелье на первом уровне. Я надеюсь, вы наслаждаетесь подземельем и, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять нам свои отзывы. Ну, забираем в любом случае эту фигню. Можно пройти дальше, но, я думаю, нет особого смысла. Давайте посмотрим, что там у нас. Вот такой паук. Видели под толстых пауков? На самом деле мы его убили, но, в принципе, он особо уже не интересен. Ну, тишина в любом случае его отправила бы. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Тут адские поля, ну, в теории можно было бы их поисследовать, но, я думаю, нет особого смысла. Нам бы сказали, что, правильно, можете валить отсюда к чертям собачьим. Ну, мы сейчас так и сделаем, собственно. Давайте прямо в глаза посмотрим, что здесь у нас находится. Обратите внимание, мы не можем исследовать адские поля. Ну, я думаю, возвращаемся на сороковой этаж, возвращаемся на первый уровень. Хотя, адские поля, конечно, хотелось бы посмотреть, кто он. Это мы перапортируемся, у нас стоит... Все мобы восстали, а теперь они просто сами себя будут убивать. Собственно, дракон восстал, как вы видите, ну и пускай сидит там. Нас очень-очень-очень много мобов здесь. Нам нужно просто подползти к выходу. Нам будет очень упорно мешать уходить. Много. Потому что их будет очень много, и они нам будут очень сильно мешать. Кастуем скорость на нашего питомца. В том числе. Наша задача доползти, получается, где-то вот здесь вот у нас. Телепортация у нас, наверное, сработает. Спешен, теперь есть телепорт. Проблема в том, что я не запонял место. А, ну вон, собственно, я вижу, куда нам нужно лететь. Давайте телепортируем. Естественно, у нас персонаж не двигается вместе с этим. У нас, конечно же, подальше. У нас телепортация заблокировали. Осталось только понять... О, ну да. Телепортацию нам не дадут. У нас телепортируют в другую сторону. Понятно. Нам нужно только чисто своими силами ползти. Телепортация у нас заблокирована. Точнее, как сказать, она разблокирована, пока вы, скажем так, без вот этого амулетика. Как только вы с амулетиком, все, телепортация для вас закончилась. Все мобы, которых вы геноцидили, восстали. Поэтому давайте сейчас просто 40-го уровня свалим и на этом закончим. Если, конечно, у вас получится это сделать. Собственно, огненный элементарный, он у вас охватывает огнем. То есть, если у вас нет сопротивления к огню, вы, скорее всего, придетесь. Телепортация не работает, потому что тут, кстати, еще гном и король нарисовался. Не гном, а король великан. И он на нас еще и наложил что-то. Должен уже с мобом, чтобы они просто не отсвечивались здесь. Нам нужно просто выйти из подземелья, нам не нужны лишние неприятности, скажем так. Мы можем просто выйти. Ну, собственно, все. Я думаю, мы вышли. Тридцать девятый уровень. А все мы оба восстали, поэтому будет очень-очень-очень страшно. И карты для нас закрыты. Собственно, ну, я думаю, восхождение мы будем в одной из следующих серий проходить. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok